всем привет привет всем отличной недели сегодня мы с вами будем делать расклад на тему агрессия раздражительность и конфликтность так в чем причина иногда у нас бывают такие состояния сегодня я так подготовила колоду на ближайшее время в колоде этого латы есть дополнительная масть пятая масть мазь сосудов либо эфира он очень хорошо показывает развитие человека на каком этапе он находится но в контексте самоопознания и вот думаю в ближайшее время я я ее буду использовать я попробовала изучила мне очень понравилось так будем сегодня работать как обычно моей любимой колоде тэра вулата на которой я работаю последнее время вот и возьмем тару сумасшедшего дома у нас вылетела само по себе с ним и и будем тоже работать интересный момент так мне тут недавно сказали знаешь пока я колодами шею мне недавно так сказали или не я давно уже не слышала таких комментариев о том что или не чтобы постоянно трогаете свои волосы это показатель неуверенности в себе когда вы постоянно поправляет свой волос скажу так нет дорогие психологи мои это не связано с неуверенностью по крайней мере 2 и вещание это вот это моя стихия да как недавно не сказали вы и таролог от бога да есть и хирург от бога а я таролог от бога мне это выражение очень понравилось я действительно как рыба воде в этой сфере ну чувствую себя комфортно а волосы я поправляю это не связано с неуверенностью это связано как раз таки в контекте сегодняшней нашей темы агрессии и раздражительности потому что они меня иногда бесит да то есть вот падает например вперед а и хочется вот так вот назад сделать у меня смотрю на себя в камеру о мне не нравится вот сейчас допустим мне вообще ничего не нравится но я уже поменять ничего не могу поэтому оставлю так как есть да то есть это с этим связано а ни в коем случае не с неуверенностью ладно так благовонию зажгли ну давайте мы посмотрим камешки вы выбрали в описании под этим роликом есть ссылки на сообщество где я пишу анонсы про близ консультации ссылка на плейлисты есть ссылка также на мой второй канал рекомендую перейти подписаться там тоже интересные расклады короткие я делаю и напоминаю в очередной раз они не повторяются то есть темы которые я выбираю для второго своего канала я говорю неоднократно я не люблю повторов это тоже меня раздражает поэтому я выбираю абсолютно разные темы мне кажется это расклад сегодняшнего прям будет в тему для меня да поэтому мне надо себе тоже загадать позицию ладно надеюсь вы определились да мы пошутили настроение подняли так позиция номер один голубенький камешек ваша ваша агрессия раздражительность конфликтность вот такая вот активность с чем всем всем она связана чем причина в чем причина вашей конфликтности двойка кубков дисбаланс а еще 1 2 2 карты вытащила смотрите две двойки кубков если здесь 3 и если вот еще сейчас еще 1 я буду смеяться у нее таркан мира здесь речь идет о том кажется что сегодня стул маленький вот все не раздражает а все меня все меня не радует и это самое весь в чем в чем причина вашей агрессии да могу сказать она знаете в чем заключается когда вас кто-то выводит из вашего равновесия из вашего баланса а камера говорит о том что приходит это завершение то есть смотрите у вас есть вот такое знаете рабочие хочу сказать состояние до каждого она свое в котором вам комфортно и вы вам хочется пребывать в нем как можно дольше но в этом состоянии и в нем как будто бы нету движения энергия это движение движение это жизнь когда энергия не движется что в принципе маловероятно то есть она начинает движки двигаться в обратную сторону то есть получается деградация у вас здесь есть такое понимание именно комфорта уюта знаете когда я сливаюсь сама собой мне так хорошо и вот там вообще оставьте меня в покое мне так очень нравится ну и конечно же в покое вас никто не оставит на одни колоды ту же зла да потому что нужно двигаться хотите вы не хотите как бы вам хорошо не было развиваться надо любое развитие это движение вперед в движение вперед это что-то новое когда это новое у вас еще нету опыта еще нету навыка да и это может вызывать некий такой стресс стрессовое состояние и вот непосредственно само движение вперед она для вашего организма да да вообще в принципе для всех она достаточно такое но дискомфортное неприятное здесь даже дайте я могу предположить что вы относите той категории людей которые не любят очень быстро ходить да то есть все что связано с передвижением вот куда-то надо пойти что-то надо сделать не потому что вы не верите в то что у вас это не получится это вот понимаете это как будто бы вот вас вызволяет из из вашего рая да когда вам нужно спуститься на землю что-то сделать это очень некомфортно то есть в вашем понимании это завершение вот это вот двойки кубков причем акцент здесь видите два арка на двойки кубков вышел да то есть акцент как раз таки идет на то что не очень не очень вам нравится выходить до король мечей говорит о том что это знаете это будет в чем почему вас вызывает некий такой дискомфорт потому что здесь как будто бы нету доверия самому процессу король мечей говорит о том что мне нужно будет думать да например если куда-то надо сходить что-то нужно сделать дату надо подумать все обдумать как кому скажу с кем встречусь и особенно если это там я не знаю какие-нибудь государственные учреждения то с чем я столкнулась возможно надо это здесь включается вот эти вот мыслительные процессы хоть вы у меня и интеллектуалы самые по себе но вот вам нравится понимать вам нравится интеллектуальная работа когда она идет гармонии когда она идет на создание знаете о чем-то поразмыслив что-то проанализировать когда она находится на уровне именно ментала то есть в голове когда вам приходится что-то делать да в действиях вот это действие они у вас вызывают какие-то затруднения почему потому что здесь мысли да так как бы рассказать вам приходится решать задачи тоже такой интересный момент по ощущению вы очень легко можете решать задачи но вам проще знаете решить задачи человека другого сказать ему тебе надо сделать вот так вот так вот так вот так это будет верно но когда вы решаете свои собственные задачи на что-то надо делать это это вам не нравится то есть вот именно земной какой-то план где затрагивается большее количество энергии вы это считаете что она как будто бы лишние да то есть не знаю чтобы как будто бы сливается энергию и здесь приходится думать не не в привычном вам русле до какой-то вот мудрости и созидания а в русле возможно каких-то бытовых моментов которые для вас для вас дискомфортно особенно когда надо решать темы связанные семьей либо когда надо что-то вот завершать да вот поставить какую-то точку здесь вот аркан мир выпал и аркан суда да оба аркана они говорят про завершение про завершение вот какие-то изменения вот вам вот эти вот изменения они дискомфортны и они начинают вот вас начинает это раздражать смотрите внимание если вы что-то запланировали да у вас например по плану куда-то сходить что-то сделать это уже по королю мечей это некая такая стратегия и вы с этим как будто бы смирились и это можете сделать но если вдруг будет что-то такое внезапное что не вписывается ваше планирование да что вот но вы не заплаграммировали на сегодня там например что-то сделать и вас попросили что вот просто необходимо вы не можете отказаться вот это вот будет вызывать вас раздражение внешне вы можете не показывать но внутренне это будет вас раздражать здесь вот с одной стороны происходит какой-то некий такой контроль да вот вам нравится контроль в контексте управления да то есть я как бы это объяснить я управляю своим пространством я управляя своим временем да и мне все понятно и это для меня безопасно но когда есть что-то что внедряется в ваше пространство да здесь выходит какое-то некое напряжение почему потому что а я не знаю как среагировать да то есть и как правило в 10 первая энергия она будет такая разрушить то есть когда вам кто-то что-то говорит и нужно что но вот ответить допустим человеку да либо куда-то сходить что-то сделать здесь так получается знаете первая реакция сразу некое такое отрицание нет я это не хочу да нет я этого делать не буду здесь нету вот этого вас как будто бы заранее есть готовые модели поведения и они как-то на автомате включаются как сигнал опасности на любое действие которое противоречит вашему видению мира либо вашей вашему сценарию то есть вот как вы привыкли делать если это будет вызывать какое-то какую-то несостыковку дату у вас это вот вызывает какой-то раздражительность это это может быть элементарно какой-то комментарий это может быть какой-то совет это может быть какая-то рекомендация которая не вписывается в вашу модель поведения ну то есть она не согласована с вашими ожиданиями это будет сразу вызывать вот некое такое раздражение поэтому я говорю что здесь нету вот этого доверия нету этой гибкости в ситуации когда допустим у кто-то что-то сказал да у сразу есть такое ощущение что надо что-то ответить да то есть нету понимание давай я промолчу до подожду понаблюдаю то есть вот нету вот этой вот гибкости есть жесткость есть вот мечова снега и такая вот с этим связано ваша причина раздражительности то есть по сути вот прямо 2 2 двойки кубков говорят про про выход из вашего комфортного состояния и безусловно во сколько вы ему придаете важность и значимость до силы равновесия будут все время вас вызывать до для того чтобы уравновесить эту силу для того чтобы все было в балансе вас все время будет выпихивать на какое-то движение до действия и чем больше как то вы будете придавать значит значимость того что оставьте меня в покое да я хочу быть в голове в бар в балансе мне нравится гармония да мне нравится спокойствие тем больше будут разных таких факторов которые будут вызывать у вас вот это раздражение для того чтобы вы действовали здесь первую очередь надо снизить вот это значимость того что вот для меня важно да то есть принимать принимать здесь принятие в контексте того что окей на кто-то что-то сказал и вы даже знаете как а принятие в понимании того что я такой вот вот такая вот какая я вас какой я вас сейчас описала а мир он может быть другой да то есть каждый пускай будет таким каким он есть то есть вот это вот как-то снизит снизит градус важности и значимости вы как-то будете более расслаблены потому что здесь такое ощущение что о этот человек не такой как я да то есть мозг включает именно акцент на разницу и как с ним дальше с этим человеком либо с этой ситуации взаимодействовать да то есть у меня нету механизма и это вызывает какую-то настороженность да и вот именно раздражение того высоты ли в чем причина как вам быть как вам быть королева жезлов да королева жезлов здесь говорит о том что узнаете нужно 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 вот напрямую как раз таки быть активным научиться научиться для себя вот сами не создавать вот это вот застойную такую ситуацию до баланса а чтобы вас не выбрасывали так достаточно ну здесь я не могу сказать что жестко да просто вас заставляют действовать вы какую-то вы сами должны включать в себе дисциплину и начать быть более активными в каких-то моментах да то есть возможно первыми заговаривать с другими людьми да возможно беседа проявлять больше активности нежели пассивности возможно самостоятельно брать на себя решение но здесь смотрите вы как будто вы вы ответственный человек вы берете на себя решение задач но тогда когда вы хотите здесь речь идет о том что вот нужно нужно быть более открытым в каком контексте как бы так сказать знаете вот я не знаю доброжелательным что ли опять же не то чтобы вас этого нет оно вот вы закрыты понимаете то есть вы вы избирательны вы убираете с кем общаться как общаться кому говорить кому помогать здесь понимаете очень много важности себе в контексте неуверенности то есть почему вы выбираете потому что я не уверена что с этим человеку у меня получится с этим нет. Либо здесь я смогу решить эту задачу, а здесь нет. Вот это вот неуверенность. А здесь вам наоборот по королеву жезлов не хватает решительности, не хватает какой-то храбрости, не хватает огонька. Больше стараться прокачивать себе такие навыки. Еще как вам быть? Туз мечей. Туз мечей и маг. Здесь Туз мечей он такой человек, который сетует на те проблемы, которые самостоятельно создал. Здесь вам нужно понимать, что в большей степени да, как бы это банально не звучало, проблема заключается здесь, аркан мага выпал, проблема заключается как раз таки вот именно в вашем мышлении, да. То есть вы как будто вы сами себе придумываете того, чего нет. И поскольку вот ваш мозг, он аркан мага и король мечей да, в пересечении говорят про активность, да, слишком большая активность. Здесь эту активность надо сбалансировать. Каким образом? То есть надо меньше думать, больше действовать. Тогда это будет было, потому что активность она есть на уровне ментала, а на уровне физики присутствует пассивность, да. То есть здесь туз мечей говорит о том, что вот я как будто бы не могу справиться именно в действиях, поэтому мне проще думать. Если вы относитесь к той категории людей, которые больше думают, нежели действуют. Вот здесь вот, чтобы баланс был, вам говорят наоборот, надо вот свой мыслительный процесс уменьшить уравновесие, да, силы равновесия, сбалансировать тем, что вам необходимо больше действовать. То есть больше брать соответственность на себя в действиях, не бояться, да, здесь такой страх есть, где-то возможно рисковать, где-то давать себе такую установку, что все нормально, если я ошиблюсь, то все нормально, если я скажу что-то не так, все нормально, если я покажу свои эмоции, свои переживания. Вот в этой колоде та же сумасшедшего дома очень интересно изображен аркан мага. Не знаю, насколько вам видно, да, вот это вот красные каляки-маляки, которые дети обычно рисуют, да, это показатель вашего мыслительного процесса. Смотрите, это бесконечно, да, туда-сюда, туда-сюда, вот эти вот хаотичные мысли, они не дают покоя. И вот здесь вот это краски аркан мага, да, причем они бесконечны, они в движении, в движении, в движении, и это все на уровне головы. А вот на уровне действий я не вижу. Поэтому таким образом вы сможете сбалансировать. Когда вы видите, что вы очень много начали о чем-то думать, да, либо получаете много информации, либо, не знаю, что-то очень изучаете. То есть там, где задействованы мыслительные процессы, что вам нужно сделать? Вам нужно включать больше активности в действии, да, то есть это может быть даже физическая накрутка, да, больше каких-то пеших прогулок. Когда, знаете, вот тело уже устает, нет возможности думать, да, как-то вот себя не то чтобы изматывать, а просто очень много энергии на этом уровне, и она не спускается, понимаете. У вас, может быть, прекрасные какие-то идеи на реализацию, но вы их, то есть, не заземляете, и это очень жалко, но то есть как минимум вы хотя бы записываете. Почему? Потому что идеи приходят и уходят, да, вы их и не реализовываете, а потом смотрите, что кто-то другой это сделал, и говорите, ой, блин, смотри, а я первый когда-то об этом подумал, да, но не сделал. И здесь еще есть такой момент, что ваше ментальное поле, оно очень быстро загрязняется, очень быстро загружается, потому что, знаете, вот много нереализованных вот этих вот идей, и они на поддержание, то есть на то, чтобы помнить, да, что вот я хочу вот это сделать, я еще хочу вот это сделать, хочу это почитать, хочу там, я не знаю, туда сходить. Вот эти вот мысли на поддержание, они забирают очень много у вас энергии, поэтому вам даже и физически не хватает, нету силы, иногда чувствуете, нету ресурс. Почему? Потому что вот в голове есть вот много вот этих вот неразрешенных, не заземленных вот этих вот мыслей, поэтому периодически нужно делать такой, знаете, пересмотр, что, окей, я это делать не буду, ну, то есть нету времени, либо отложу на потом все, убирайте это и прекращайте об этом думать, все, это как будто бы, знаете, я не знаю, стирайте. Если надо, эта мысль, она еще раз придет, если нет, то забывайте, потому что очень много держите в голове, и еще раз скажу, на это уходит много энергии, а энергии на пожить у вас потом нет. Как с этим справиться? В принципе, я здесь сказала, но все равно, да, пятерка монет в данной колоде, она говорит о дефиците, то есть об ощущении того, что, знаете, вот всем не хватит, да, что надо быстро сейчас это урвать, потому что здесь изображено два сумасшедших, да, которые забыли, значит, пообедать, и у них пустые тарелки, и вот они, значит, сидят и думают, скорее всего, стоят и думают, как же им теперь пойти в столовую, да, потому что сейчас необиденное время, что же мы теперь останемся без обеда, то есть нету этого понимания, что в любой момент, да, ты можешь пойти, и ресурсы есть, это, то есть, твое восприятие того, что ресурсов нету, то есть не надо, не надо накапливать эту энергию, да, вот именно то, что я говорила ранее, на ментальном уровне, пришла идея, сделайте, если не будете делать, забудьте, да, вот это вот как раз-таки и будет упрощение, где-то, когда-то у меня был расклад о том, как упростить свою жизнь, вот это вот будет один из моментов упрощения, не держите в своей голове лишнего, и не включайте мышление именно дефицита, что вот мне чего-то не хватает, я что-то не получу, я что-то не успею, потому что здесь идет вот это вот дефицит, он вызывает некое такое накопительство, в данном случае здесь могут быть, знаете, как это, хочу прочитать какие-то книги, да, надо накопить, ну, в контексте чего, то есть отложить в сторонку, я потом это почитаю, да, там, либо что-то увидели, а я потом это послушаю, либо я это потом посмотрю, вот это вот накапливается, накапливается, это забирает энергию, вот про это накопительство здесь идет речь. Угу, двойка монет, и прекращайте думать в негативном ключе, здесь тоже, вообще я люблю эту колоду, редко, правда, сейчас ее использую, вот, ну, потому что энергии немножко другие, двойка монет, здесь изображен человек, изображен, значит, его тень, только она светлая, как привидение, да, и есть две двери, одна светлая, одна темная, и человек не знает, какую дверь выбрать, да, в двойке монет всегда речь идет про выбор, да, в дуальности, но фишка здесь заключается в том, что человек склоняется больше к выбору там, где темная сторона, да, там, где есть бес, почему? Почему? Потому что светлая сторона, это всегда понятно, это всегда ясно, да, это хорошо, это райские сады, но они скучные, а вот темные, это всегда резко, это всегда что-то такое непредсказуемое, это неизвестное, я не знаю, может быть, в этой темной стороне я увижу что-то еще и светлое, да, то есть не факт, что это будет темное, и вот меня туда манят, а с другой стороны я понимаю, что, ну, если ты выбираешь какой-то темный аспект, то будь готов получить по голове, да, то есть, ну, что ты выбираешь, что ты и получишь, и вот здесь вот эта вот двойственность, да, она в данном контексте, она здесь у меня идет по ощущению, да, что с одной стороны вот эти вот мыслительные процессы, да, неприятные, несозидательные, особенно когда мы о чем-то возвышенном таком духовно-моральном размышляем, это вот прям так понятно, это известно, и в этом хорошо, но вот темная сторона, она все равно будет манить, почему? Потому что, ну, должен быть баланс, да, должно было быть равновесие, и вот вам говорят, а может быть, ты что-то еще на земле, да, в этой жизни материальной что-то ты еще не знаешь, что-то ты упустил, может быть, ты упустил какие-то блага, да, то есть здесь надо, надо вам как-то вот больше заземляться, больше заземляться. Так, ну, вот это вот у меня была первая позиция, так, сейчас соберу аркан, вообще интересно, да, два сразу, две двойки кубка вышло, два аркана. Так, мы с вами переходим к позиции номер два, к красненькому камешку двоечки, смотрим, в чем причина вашей агрессии, раздражительности, конфликтности, ну, когда она бывает, да, в чем, в чем здесь причина? Аркан Солнце, да, здесь вот именно такая детская позиция, нежелание, нежелание брать ответственность за свою жизнь. Здесь, знаете, такое ощущение, что вот как маленький ребенок, который по утрам не хочет просыпаться, чтобы идти, там, не знаю, в садик, в школу, и вот мама ему говорит, вставай, вставай, все время, да, как-то. Будет он, да, оставь меня еще пять минут, ну, пожалуйста, еще чуть-чуть, вот здесь какая-то такая позиция, куда-то вас тянут, а вы не хотите, да, то есть оставь меня там, где я есть, да, то есть вот детскость, детскость здесь присутствует. Где-то ножкой топнуть два притопа, три прихлопа, что-то такое здесь выходит, да, и вот аркан. Два аркана императора, две великих аркана, они напрямую как раз-таки говорят про ответственность, про взросление, то есть нету, нету желания, здесь как будто бы, знаете, вот человек, который не наигрался, не наигрался в детстве, да, не знаю, как будто либо вам не давали, ну, вот не было детства, да, то есть в детстве были, как-то, может быть, взрослыми, а сейчас вот хочется, да, как говорится, детство играет, хочется вас восполнить вот эту вот свою детскую, беззаботную, радостную какую-то позицию, безмятежную, да, возможно, чрезмерно позитивную, и от этого она не столь реалистичная, то есть как будто бы нету контакта с реальностью, да, не то, что вы витаете в облаках, а вот, я не знаю, слишком наивные, слишком доверчивые, опять же таки, и наивность, и доверчивость, это хорошо, но когда это чрезмерно, да, то всегда будут силы, как я неоднократно говорю, выравнивающие это, и это будет противоположность. Здесь в чем еще причина? В том, что, ну, вот хочется, я не знаю, какого-то праздника, да, хочется легкости игры, хочется удовольствия, счастья, удачи, но есть вот что-то здесь по императору, что вас заземляет, да, что вам как будто бы, что вас ограничивает, что вам не не дает этого, да, то есть такое ощущение, знаете, как, я не знаю, воздух, который нужно засунуть в бутылку, вот, как-то так, да, то есть, что-то, что, что не совсем комфортно. Как маленький ребенок, который хочет, ну, по крайней мере, в союзное время, сейчас такого не было, да, когда дети играли еще во дворах, и вот время 8-9, да, ну, особенно, если это лето, еще сумерки только начинать, вот начинают родители называть своих детей, иди домой. Да, ребенок говорит, ну, вот еще, еще немножко, да, поиграю, либо вот, ну, на самом интересном, да, вот, мама зовет, какие воспоминания, да, сейчас уже такого нету, ну, вот здесь ощущение именно этого, то есть, когда вас к чему-то, причем, знаете, здесь еще по императору, император, у него ведь есть способность убеждать, такая, и здесь, а вы у меня проходите по солнышку, здесь такое раздражение, может быть, когда у вас есть своя позиция, но всегда находится такой человек, который может вас как-то переубедить, и вам это не нравится, вас это раздражает, не потому что он вас переубеждает, а потому что вы поддаетесь на это, вот вы раздражаетесь в большей степени на себя, то есть, ну, почему, почему, почему я позволяю, да, почему со мной такое случается, ну, вот в этом, в принципе, причина. Ну-ка, давайте я еще посмотрю на этой колоде, да, на колоде Таро Сумасшедшего дома, в чем причина? Ну, потому что, знаете, вот вы, в принципе, такой активный человек, открытый, да, любознательный человек, который хочет получать опыт, ну, то есть, ну, ему все интересно, не в плане изучения, а в плане каких-то действий, вот, как маленький, действительно, ребенок, которому все хочется пощупать, хочет потрогать, вот он, ну, не прислушивается, как будто бы, вот, именно к взрослым, да, когда говорят, там, не суй пальцы в розетку, да, то есть, аккуратно ударишься, либо еще что-то, нет, здесь, здесь такой человек, который, ну, вот, которому все, все интересно. Знаете, достаточно позитивный, с одной стороны, но здесь вот как-то человек, который одержим, нет, не то чтобы одержим, а вот здесь, знаете, человек, который загорается, загорается какими-то своими идеями, и вот он старается, как будто бы, не знаю, убедить других, что ли, вот, у вас это есть, и поэтому, когда у вас появляется вот этот вот император, вам это не нравится, потому что у вас у самих такое есть, то есть, да, я не знаю, там, посмотрели какой-нибудь фильм, да, услышали, ну, не знаю, какого-нибудь канал на ютюбе нашли для себя, вот, и он вам очень понравился, вот, вам хочется поделиться, и вот вы, начинаете, в кавычках, да, докучать своих родных и близких, вот, посмотри, посмотри, он говорит, да, мне неинтересно, да нет, ты посмотри, ты это не знаешь, это ведь так здорово, вот, это вот решение, и так далее, и так далее, поэтому, когда вам кто-то так очень настойчиво что-то продвигает, вам это не нравится, но проблема здесь заключается в том, что вы не можете сказать нет, я не знаю, может быть, вам какая-нибудь реклама, там, кто-нибудь, телефонный оператор, да, звонит, что-то начинает предлагать, вы понимаете, что это работа, да, у человека, и как-то его резко оборвать тоже, ну, не комфлю, почему, потому что, ну, есть понимание, что человек тоже работает, да, пускай работа для вас, она не совсем приятная, но человек живет с этих денег, то есть, у вас есть вот это вот понимание, поэтому как-то оборвать, не знаю, ну, не воспитано, что ли, не культур, там может быть понимание, и вы не можете, а здесь вот как будто бы люди пользуются этим, вас это, вас это разодражает, в этом причинах, хорошо, как вам быть, как вам быть, девятка мечей говорит о страхах, то есть, понимаете, вы от себя и от своих страхах, говорит этот аркан, не убежите, то есть, как бы вы не, вот эта вот детская позиция, да, когда ребенок прячется за, я не знаю, за шваброй, за какую-то палку, так, знаете, замирает, ну, то есть, у него такую картинку показывает, ребенок замирает, и он, типа, а меня не видно, да, либо я в домике, все, я в домике, меня никто не видит, и вот это вот замирание, оно у вас происходит, и вот такое чувство, что куда бы вы, что бы вы не делали, да, от себя не убежишь, то есть, за вами все равно наблюдают, что вам нужно делать, то есть, вам не нужно убегать от своих страхов, а вам нужно как-то, знаете, больше радоваться и наслаждаться, я так могу предположить, что вот этот вот ваш характер, да, по аркану солнца, и здесь тройка кубков, она говорит про радость, про праздник, вам как будто бы то, что вам кажется, как слабая ваша страна, надо использовать как сильное, то есть, не отвергать это, что вот, да, возможно, я такой человек, да, где-то вот, не знаю, неуверенный, что ли, надо наоборот, вот этот позитив не навязывать, а вот как-то наслаждаться, то есть, я не знаю, когда вам кто-то что-то старается доказать по императору, да, либо как-то убедить в чем-то, вам надо переключать это в позитивном ключе, я когда-то смотрела один такой ролик, там, по-моему, не знаю, какой-то фильм из последних, может быть, это какой-то сериал, вы его видели, я просто фрагмент видела, я не знаю даже, как фильм называется, там играла Ивлеева, и вот там был такой фрагмент, когда она попала в какой-то монастырь, то есть, за ней кто-то бегал, что ли, гонялся, я не знаю, в общем, и ее отправили в монастырь, как спрятаться, да, и вот ей монахиня начинает говорить, что вот и ты будешь там, я не знаю, руками стирать и все такое, и она, ой, это же хорошо, это же физические нагрузки, вот, и ты должна будешь молиться, да, это хорошо, я хоть порадуюсь солнцу, а то я все время сплю, то есть, чтобы ей там не говорили в негативном ключе, она это все переключала на позитивный, и тем самым, но с одной стороны, она вызывала раздражение у другого человека, да, но реакция была такая, знаете, немножечко непредсказуемая, то есть, и это, и это в данном случае хорошо, почему, объясню, потому что есть некая система, в которой мы живем, да, и маятники, либо сущности, которые управляют так или иначе, да, для того, чтобы мы находились в данной системе, есть определенный сценарий ожидания того, как, ну, условно говоря, человек должен поступать, и вот для того, чтобы происходил вот этот вот разрыв сценария, если так можно сказать, да, разрыв шаблона, очень хорошо помогает юмор, когда ты поступаешь не так, как от себя ждут, вот у вас вот это вот качество есть, да, вроде бы вы никого не обижаете, но при этом вот используйте вот эту вот свою детскость, непосредственность именно в позитивном ключе, то есть, и не знаю, вот делать то, что от вас не ожидают, да, и это вот использовать как свою сильную сторону, не как свою слабость, а именно как сильную сторону, как еще вам объяснить, надеюсь, вы понимаете, да, ну, как-то вот интуитивно то, о чем я говорю. Не знаю, например, куда-то вас позвали на встречу, да, вы опаздываете, вы знаете, что вот вас, возможно, будет отчитывать, потом приходите и говорите, да-да, я знаю, да, я вот такая непунктуальная, да, я вот такая, не знаю, ну, бесшабашно, абсолютно прав, да, а давай там, я не знаю, пробежимся, да, так, вместо того, чтобы поехать, тогда мы вместе успеем на ту встречу, которой надо, что-то в таком роде вот мне идет, да, как-то вот, знаете, здесь не сарказм и не сама ирония, а, то есть, мы никого не обижаем, вы в данном случае не обижаете другого человека, потому что вы соглашаетесь с его упреками, свою сторону, но вы как будто бы эти упреки показываете, как сильную, что ли, сторону, как позитивную, что это хорошо, да, там, я не знаю, ты, например, за Соня, да-да, это хорошо, это продлевает жизнь, да, то есть, когда человек спит, вот, он восстанавливается энергетически, значит, теперь я буду бодра и смогу выполнить, там, я не знаю, все твои указания, либо все твои действия, то есть, это хорошо, да, то есть, вот, теперь я готова, там, я не знаю, к труду и обороне, либо еще что-то такое, что-то в таком роде, как-то вот переводить ситуацию в позитивное русло, как с этим справляться вообще вот с агрессией, да, вообще этот вопрос надо убрать, потому что я его и так говорю, Паш Мичей, ну, во-первых, вам, знаете, нужно научиться, такая хитрость, Паш Мичей, это человек, который собирает информацию, да, и выдает человеку, знаете, как, ну, вопросы, он как будто бы их переключает на человека во благо, я не знаю, как, сейчас попробую с примером вам привести, чтобы было понятно, то есть, например, вам кто-то говорит, что ты за человек такой, да, ну, вот, но бесколковый, вот говорю, говорю, ничего не понимаешь, и, а вы берете и начинаете задавать вопросы, а человек это кто, то есть, а как вообще выглядит человек, да, а как он думает, ну, давай ты мне расскажешь, а я потом сверю, да, и посмотрю, возможно, ты прав, ну, то есть, как-то, знаете, использовать вопросы, человек это кто, да, о каком человеке мы сейчас говорим, то есть, так, чтобы развернуть ситуацию в свою пользу, я понимаю, что это, возможно, будет достаточно сложно без опыта, но этому можно научиться, да, то есть, уметь задавать правильные вопросы, которые могут развернуть ситуацию с одной стороны в свою пользу, а с другой стороны научиться не оскорблять другого человека, да, то есть, вам не нужно вызывать больше агрессии, вам нужно эту агрессию как-то не то, чтобы подавлять, а выравнивать через обнуление, вот здесь только аркана шута не хватает, да, то есть, здесь вам нужно это обнулять, причем, знаете, так интересно, вопрос же, я сейчас только об этом подумала, что вопрос поставлен о вашей агрессии, раздражительности, у меня такое ощущение, что это как будто было у других людей по отношению к вам, да, то есть, расклад мне здесь показывает, как будто у других людей раздражение, не вы, а у других людей идет раздражение по отношению к вам, как еще вам с этим быть? Ну, вот шестерка куков и говорит о том, что здесь так интересно, значит, два сумасшедших, мужчина и женщина в возрасте, танцуют, да, пластинка, заезжая пластинка, то есть повторность, и прикон заключается в том, что вот у этого мужчины, да, такого веселого, не знаю, насколько вам видно, да, он, значит, в одном тапке, у него один только тапок, второй он где-то посеял по дороге, видимо, вот, ну, ему по барабану, ему весело, ему хорошо, хорошо, вот, вот это вот ваше оружие, это может быть ваше оружие по отношению к другим людям, да, либо это ваше оружие по отношению к самому себе, да, то есть, коль мы говорим все-таки про агрессию, если вдруг вы начинаете раздражаться с собой на себя, то вот вам нужно, вам нужно себя обесценить, но не в контексте того, что вот ты никчемный, там, я не знаю, у тебя ничего не получается, нет, а в контексте обнуления через использование юмора, это же надо, да, я же такое придумала, блин, то есть, даже если бы я сидела и думала этот сценарий, я бы никогда так не это самое, не нафиячила, либо вот что-то такое, да, то есть, вы что-то сделали, не надо раздражаться на себя, надо сказать, блин, ну, ничего себе, я гений, да, же надо было такое все-таки организовать, ну, я прям, там, я не знаю, мега-архитектор, божественное существо, гениальная, волшебная фея, и вам станет смешно, то есть, здесь вопрос посмеяться над самим собой, таким образом вы свою важность и значимость обесцениваете, и силы выравниваются, да, то есть, они, понимаете, они не накапливаются, и не направлены ни на кого, а они меняют свой заряд, да, то есть, энергия остается, но она, свой заряд вот этой вот агрессии, она обнуляет, и снова энергия, она становится нейтральной, то есть, мы ее заряжаем, не энергия сама по себе, она нейтральна, мы ее заряжаем, либо в плюс, либо в минус своим отношениям, вот об этом здесь идет речь, ну, вообще, интересно, мне нравится, мне нравится, так, позиция номер три, зелененький камешек, тройки, вам я не буду задавать этот вопрос последний, который задавала предыдущая позиция, потому что он, мне кажется, сам выходит из повествования, так, ваша, ваша агрессия, раздражительность, не чужая, а ваша, потому что второй позиции больше была чужая, ваша агрессия, с чем она связана, раздражительность, конфликтность, это обычно, с чем она связана, аркан шутам, как будто вы знаете, здесь может быть несколько вариантов, один из вариантов, то, что вы не принимаете какую-то новизну в своей жизни, но здесь не идет речь, как в первой позиции о том, что я не готова действовать, да, а здесь речь идет о том, что вот это вот новизна, какой-то вот новый мир, да, новый мир восприятия, здесь нету зацикленности на интеллекте, как в первом варианте, а здесь вот что-то такое, знаете, новое, необычное, сверхъестественное, может быть где-то какое-то бесшабашное, то, что отличается от вас, вот это вот может вызывать у вас какое-то раздражение, я не знаю, например, видите молодежь, которая, не знаю, используют, например, люди, которые кайфуют от пирсинга, да, и вот они везде эти кольца себе, сережки эти, всякие железки, да, где можно и нельзя на лице вставлять, вот вас это может быть в некоторой степени пугает от непонимания, да, но вот эта вот новизна, она скорее всего шокирует, вот здесь я не могу сказать, что вот какой-то испуг, потому что все-таки у шута нету страха, наоборот, ну единственный страх по шуту походит, это сделать первый шаг, вот вас, возможно, будут раздражать люди какие-то вот с инноваторскими, с инноваторскими, такого слова нет, но инновационными, ладно, с инновационными какими-то моделями мышления, то есть вас это будет раздражать, почему, потому что вам самим хотелось бы быть таким человеком, знаете, вот вседозволенным, человеком, который, я не знаю, может шокировать других, человеком, который вот фривольный, и, а поскольку вы себе это разрешить не можете, да, то вот вас, возможно, такие люди будут раздражать, также вас могут бесить дети, реально могут бесить дети за свою какую-то непосредственность и активность, вот вам кажется почему-то, что они шумные, ну то есть много шума из ничего, то есть если это, например, какой-нибудь ребенок такой спокойненький, куда его в голову посадишь, он там так и сидит, занимается своими делами, это окей, но если ребенок такой вот очень активный, очень подвижный, шумный, любознательный, вас это тоже может очень сильно раздражать. С другой стороны, конфликты могут вызывать у вас люди, которые достаточно консервативные, да, в своем мышлении, наоборот, не принимают какие-то новые взгляды, да, то есть люди, не знаю, недальновидные, люди непроницательные, непредсказуемые, то есть наоборот, те, которые вот именно слишком-слишком предсказуемые, то есть там, где не хватает как будто бы какой-то легкости. Люди-консерваторы. Вот вас это тоже может бесить, опять же-таки, как зеркальность отражения того, что в каких-то моментах у вас тоже есть такая модель мышления, и вы ее как будто бы не можете искоренить, исправить, и вот она вас может раздражать. С одной стороны, с другой стороны, наоборот, вы уходите в крайность, вот именно того, что в каких-то моментах вы поступаете непредсказуемо, и вы можете злиться даже сами на себя за это, что вот как-то, не знаю, поставили для себя, например, какой-то план, да, как, что я должна сказать при встрече, как я должна себя повести, но пошло как будто бы все не по плану, то есть вы как будто бы вели себя немножко по-другому, говорили другие вещи. И вот здесь это тоже может вызывать у вас раздражение. Арканшута здесь показывает такую двоякую реакцию, да, с одной стороны, она может быть зеркальная, а с другой стороны, наоборот, вы не приемлемете то, что люди находятся в каких-то рамках, да, то есть вот здесь по-разному, это нельзя сказать, что вот вы к одной категории относитесь, либо к другой, и то, и другое есть в вас. Все зависит от ситуации и от обстоятельств, и от какой-то сферы конкретной, в которой происходит ситуация. И еще, что вас вызывает агрессию, семерка кубков, все, что связано либо с фантазиями, да, вот то, что я говорю, что человек, наоборот, такой, знаете, мечтательный человек, фантазер, человек, который не может определиться по жизни, вот вас это может раздражать, потому что вот у вас есть вот этот вот структурный и консерватизм, да, в каких-то моментах, тогда вас могут раздражать эти люди. С другой стороны, наоборот, если вы видите таких людей, которые могут позволить себе не выбирать, да, вот находиться как-то в потоке, ну, то есть я живу без планирования, вот как идет, так идет, да, вот пришел день, ну и слава богу, да, солнышко светит, ну и благодарю, и все, и вот вас может раздражать и бесить. То есть как человек так живет, вам может казаться, что он живет бессмысленно, да, то есть у тебя нету никаких целей, у тебя нету никаких амбиций, никаких планов, ты вообще как живешь, да, то есть, вот эта вот свобода некая, да, которая есть у таких людей, ну, вы тоже хотели бы, но у вас ее нету, вот она вас может раздражать в других людях, либо наоборот, невозможность определиться, да, когда вам сложно что-то выбрать одно, потому что есть вот это вот интуитивное ощущение того, что есть еще что-то, что я могу утратить. это может быть, например, в отношениях, да, особенно по молодости, когда встречаетесь с каким-то человеком, да, вроде бы вы к нему стремились, здесь создали семью, создали какие-то стабильные, возможно, отношения, и в какой-то момент вы смотрите на этого человека, у вас возникает мысль о том, что неужели я с этим человеком буду всю жизнь, а вдруг там где-то, да, есть мой человек, а я вот потрачу свое время на этого, то есть вот какая-то такая, знаете, вроде бы вы к этому стремитесь, вы это хотите, вы это получаете, и у вас автоматом возникает вот этого чувства, что это не может быть концом, есть еще где-то что-то, что я упускаю вот этого чувства, что я что-то упускаю. Здесь оно тоже может быть, и это может раздражать вас, либо других людей в вас, ну, то есть либо вы в себе это видите, либо в других людях, либо люди видят это в вас, то есть здесь позиция, она такая, как я уже сказала, да, это может быть прямое зеркало, либо искаженное, прямое это когда вот отражение ваше, искаженное, это когда, там, я не знаю, люди проецируют на вас эти качества. Не вы, а люди как будто бы проецируют на вас эти качества. Так, в чем причина, да, мы посмотрели, в чем причина вашей агрессии. Давайте еще на этой колоде посмотрим, а потом посмотрим, как с этим быть, в чем еще причина. Ну, вот колесо фортуны, да, то, что, с одной стороны, смотрите, вот прямо на шута выпадает очень четко. С одной стороны, присутствует, опять же, вот эта дихотомия, двойственность, двоякость. С одной стороны, желание ощутить себя свободным и хозяином своей жизни, а с другой стороны, я являюсь заложником судьбы. То есть, вроде бы, по колесу фортуны, да, хочется взять ответственность, да, в своей жизни, делать тот выбор, который я хочу, да, и чтобы все было так, как я хочу. Не в плане эгоизма, а в плане того, что я выбираю то самое наилучшее для себя. И одновременно присутствует некая такая фатальность, что это не я выбрал, либо это не я выбрала, там, я не знаю, такую модель поведения, либо такого человека. Это судьба. То есть, здесь так, знаете, такой путь, когда вы находитесь в избирательной позиции, то есть, есть моменты, когда вы говорите, это я, да, это мой выбор, это я так сделала, я так выбрала, а потом, как будто бы вам что-то не нравится, вы говорите, а это судьба такая, да, то есть судьба так распорядилась, у меня так прописано, то есть, это, возможно, даже и бессознательно у вас идет, но вот какие-то такие моменты присутствуют, и вот это вот чувство, я как, с одной стороны, я хочу высвободиться из этого сценария, а с другой стороны, я не совсем понимаю, окей, какая будет у меня жизнь, если я выйду из сценария, то есть, а что, как вообще, какая жизнь, то есть, я тогда что, становлюсь создателем, что я тогда буду создавать, да, что я буду творить, то есть, здесь, здесь хоть и есть сценарий, но там хоть все понятно, да, то есть, судьба мне дает, и я как-то вот с этим взаимодействую, а тут я выхожу из сценария, и тогда я становлюсь творцом, что я создаю, могу ли я, способен ли я создать что-то новое, да, по аркану шуту, шут, это неимоверная сила, которая еще не обрела какую-то форму, да, это вот именно сила жизни, существования всего вокруг нас, да, и она в тот момент, когда мы фокусируемся на чем-то, мы этому придаем какую-то значимость, какой-то смысл, то есть, отдаем форму, вот мы сфокусировались, условно говоря, да, на стол смотрим, мы понимаем, что это стол, как мы понимаем, да, то есть, мы вот эту вот энергию, которую мы направляем, энергию внимания, мы ее направили, мы сформулировали идею того, что это стол, и вот эта вот энергия, она как, знаете, как сказка, коп, 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 собралась, и появился 100 это слишком утрированно но так в принципе работает реальность сейчас не об этом и вот здесь вот получается так что вы с одной стороны у вас присутствует огромная сила огромная мощь именно сила своего внимания но вы ей как будто бы не можете управлять потому что еще не доросли поэтому возникает вот это вот ощущение чувство что с одной стороны я хочу быть хозяином своей жизни а с другой стороны я я не понимаю мне нету такого навыка у меня нет таких знаний еще поэтому семерка кубков она говорит о том что я не знаю что я конкретно хочу где-то может быть интуитивно я понимаю свою вот эту вот способность притягивать и выбирать наилучший сценарий своей жизни из пространства вариантов а с другой стороны как это сделать и я не знаю да то есть вот вы как-то находитесь на вот этой грани иногда вас заваливает в сторону того что судьба как будто бы решает я ничего не выбираю иногда вот чисто интуитивно понимаете что это я это я могу выбрать да то есть у меня есть вот это вот свобода выбора как-то вы ее понимаете вы ее ощущаете нащупать не может вы не знаете как это работает поэтому как вам здесь быть как вам здесь быть хороший такой вопрос как вам здесь быть королева мечей королева мечей королева мечей очень такая умная прорицательная дама здесь в этой колоде она изображена в виде маты харри матахари да аж известная шпионка причем на два если не ошибаюсь на три государства до работала такая знаете человек здесь бесстрашный да то есть здесь вот не должно быть вот этого вот страха выбора причем заметьте да как поскольку она была шпионом на несколько государств она совмещала она умела совмещать и то и другое она использовала свою вот эту вот женскую хитрость мудрость да и она умела умела управлять информацией то есть вам здесь необходимо быть вот этой вот гибкостью то что я сказала в самом начале в чем причина именно консерватизма и структуры вот вам здесь действительно аркан шута он говорит как раз таки об этом у меня есть в описании под этому ролика этим роликом есть ссылка на плейлисты посмотрите ролик мифология втором про бога диониса вот он как раз таки идет как олицетворение аркана шута и там есть один такой фрагмент где бог дионис говорит о том что нужно уметь с одной стороны совмещать в себе безумие а с другой стороны причем безумие это не тот человек который сошел с ума а этот человек который там еще даже идет такое опису описание того кто такие безумные люди безумие это желать быть в гармонии и в балансе почему он даже поясняет потому что так живут боги а вы родились люди да вы родились на земле вы не идеально изначально вы не боги вы не можете безумие жить так как живут боги тогда бы вы не были здесь вы бы жили в другом месте если вы живете здесь значит вам нужно научиться жить вот в этом материальном мире то есть с одной стороны совмещать структуру а с другой стороны совмещать хаос то есть ваш хаос он должен быть упорядочен и вот здесь об этом речь идет то есть вам нужно научиться вот этому вот качеству совмещения хаоса и структуры в некоторой такой степени тогда вас вас не будет это разрушать вас не будет это раздражать вы не будете конфликтовать то есть вы как будто бы вот эти две свои стороны сможете реализовать у вас понимать дело в том что здесь вот я не говорю не так радужеского повторялась то что если какая-то кая двойственность в эту двойственность разделяете вот в чем причина да то есть с одной стороны я не знаю например свобода с другой стороны есть некий такой сценарий вот вам соединить это как можно то что я сказала ранее до свобода контексте свободного выбора каком сценарии из пространства вариантов да я буду жить то есть сценариев много они так или иначе прописаны вам не надо писать новый сценарий вы можете выбрать наилучший для себя каким образом шут туда куда вы направляете свое внимание туда куда вы направляете свою энергию выбирайте свои мысли да на основе мысли да вы своего мышления вы притягиваете как вы мыслите не то чтобы только о чем вы мыслите а именно как вы мыслите то есть какие мысли вы к себе притягиваете как магнитный аркан шута что вы к себе притягиваете мысли мы не порождаем они притягиваются к нам как магнит вот на на какие волны к себе вы притягиваете те или иные мысли. На основе того, что вы притянули, вы это, то, что в вашей голове крутится, вы и создаете те сценарии. То есть, по сути, мыслями вы выбираете сценарий. Мыслите о наилучшем. То есть, то, что для вас будет вот это самое идеальное. Думайте об этом. Действуйте в этом ключе. Собирайте информацию в этом ключе. Чувствуйте то, что соответствует именно вашему желаемому. Таким образом, вы как раз таки и будете притягивать выбор своего наилучшего варианта существования своей жизни. Таким образом, вы совмещаете. Это один из примеров. Вам нужно действительно сесть и заморочиться, разобраться. Что я хочу в своей жизни и как я это могу совмещать. Здесь речь идет про совмещение. В чем я неоднократно говорила в своих раскладах именно людям, кто выбирает третью позицию, умение совмещать духовное и материальное. Здесь нужно понимать, что Верховная Жрица выпала как тайное знание, что одно без другого не существует. То есть, материя должна быть одухотворена и тем самым подняться до уровня духовности. То есть, одно без другого не может быть. Дух не может жить без материи, и материя не может быть без духа. Поэтому вот именно совмещение здесь речь об этом идет. И у вас это получится, потому что Королева Мечей говорит о том, что у нее есть эти знания, она сможет их раздобыть. Вот выпадает Аркан Мира, как завершение, как раз таки, когда вы придете к Единству. Что такое Аркан Мира? Это Единение у нас с миром, который нас окружает. То есть, мы достигли такого уровня сознания, когда мы начинаем сливаться именно с нашим миром, потому что мы осознаем с одной стороны свою суть, кто мы есть, а с другой стороны мы осознаем, что мы являемся частью этого мира. И это происходит одновременно. Аркан Мира, знаете, как вы его можете ощутить, когда вы, не знаю, например, с кем-то беседуете, словите, опять же, свое внимание. Вообще, вам нужно поработать с вниманием, если вы действительно хотите разобраться в этой теме, понять, что такое внимание. Когда я работала коучем еще, у нас была такая очень классная практика. Не помню, то ли она с НЛП взята, то ли с психологии, но суть как раз таки заключается именно в духовности. Суть заключалась в том, что когда два человека начинают беседовать, есть три позиции, три начальные позиции, а дальше это развивается, приумножается. То есть позиция вас, как вы себя ощущаете в этой беседе, есть позиция вашего собеседника. То есть когда вы ставите себя на место собеседника и его глазами смотрите на себя. как вы реагируете. И это все происходит одновременно. То есть вы чувствуете себя, вы чувствуете одновременно, что вы находитесь в теле своего, либо на месте своего собеседника, как он вас видит, что он внутри себя ощущает. Есть третья позиция наблюдателя человека, как будто бы это вы, которые наблюдают за двумя людьми, которые беседуют. То есть у нас получается некий треугольник, что тройка всегда порождает что-то новое. Это всегда про рождение. Поэтому вот этот вот треугольник, то есть вы, ваш оппонент и наблюдатель. И ваше внимание, оно может быть одновременно в трех вот этих вот позициях. И это на самом деле очень расширяет наше сознание. И вот здесь Аркан Мира, он как раз-таки про это говорит, когда вы можете наблюдать за собой, то есть, допустим, вы идете по улице, это проще немножечко практика. В кочинге, то, что я вам говорила ранее, эта практика очень интересна, прокачивает скиллы ваши и когда ты находишься в себе, отслеживая свою безоценочную позицию, то есть ты не оцениваешь беседу, одновременно ты находишься в позиции клиента, коучи, который отвечает на вопросы. И где-то еще вот здесь в позиции наблюдателя наблюдаешь, все ли идет так, как нужно. Правильная ли энергия, находит ли ваш коучи ответы на вопросы, которые задает коуч. Вы можете это попробовать именно на прогулке, когда вот вы ходите, по-моему, у Зеланда в книге «Жрица Тафти» этот терпен, он использовался как два экрана, то есть у человека есть два экрана, экран внутренний, куда он внимание направляет внутрь себя, то есть вы идете по улице и чувствуете, что вы внутри себя ощущаете, может быть, о чем-то мыслите, что-то вспоминаете, но ноги на автомате передвигаете. Это ваш внутренний экран, то есть внимание направлено внутрь вас. Есть внешний экран, когда ваше внимание, забирая там, я не знаю, произошла какая-то авария, вы идете, и вот вы смотрите, что там, что за авария, все ли хорошо, люди собрались, то есть ваше внимание, оно направлено на внешний экран. Внутренний, либо внешний. Вот осознанность происходит как раз-таки на том моменте, когда вы и не внутри себя, ваш фокус внимания не внутрь себя, и не вовне, а он где-то посередине. Вот это посередине это как раз-таки третья позиция наблюдателя, о котором я говорила. Также это знание есть еще и в медитации. Когда вы действительно начинаете медитировать, вот именно действительно не расслабление, вот это вот под музыку, потому что в медитации у нас отключаются абсолютно все наши органы восприятия. Мы не слышим, что происходит вокруг нас, мы не видим, что происходит вокруг нас, мы не осязаем. Поэтому человек не чувствует свое тело, человек не слышит звуки, поэтому не может слышать голос либо мелодию. Поэтому я и говорю, что вот то, что называется медитация на просторах YouTube, это в принципе расслабляющая такая практика. Так вот, в настоящей медитации происходит как раз-таки слияние вот этих трех моментов. Когда человек одновременно воспринимает, мы не ощущаем, он воспринимает себя, то есть его внимание одновременно находится внутри себя, вне себя и вот в этой нейтральной позиции. Вот эта нейтральная позиция, это как раз-таки есть та позиция, когда он воспринимает, что я и там, и тут, как в мультике просто квашено, ваша мама и там, и тут. и есть кот Матроскин, который за этим наблюдает, говорит, ваша мама и там, и тут, да, как это, где, вот вы как будто бы в этом межмире, если так можно сказать, что вы на находитесь. Так вот, здесь речь идет как раз-таки об этом, немножко отклонилась от темы для того, чтобы вам показать вот этот вот аркан мира, то, куда вас ведут. Вот когда вы находитесь, условно говоря, вот в этом состоянии между, это есть осознанность, да, когда вы находитесь не в одной из двух иллюзий, а находитесь как раз-таки в осознанной позиции. Вот вам это нужно практиковать. Практиковать в контексте именно соединения двух сил, вот свободы и в том числе и проживание в сценарии, то есть не отказываться от сценария, да, а проживать и наблюдать. Вот это вот, с одной стороны, да, есть некий сценарий, внешний экран, который я вижу, есть я в этом сценарии, да, то есть я проживаю, что-то делаю, говорю. Есть та часть меня, которая за этим наблюдает. Если кому-то сейчас может казаться, что это достаточно сложно, нет, это легко. Когда одновременно ты находишься в трех позициях, когда ты к этому, ну, обучаешь себя, то это не предел, потому что есть наблюдатель за наблюдателем, который наблюдает за этими двумя позициями, есть еще выше наблюдатель, который наблюдает за наблюдаемым и так далее, и так далее, и это до бесконечности, да, и вот так вот может дробиться наше внимание. Вот. Об этом была речь, не знаю, возможно, вам эта информация была необходима для размышления, либо для того, чтобы вы поискали эту информацию в интернете. Так. Ну, вот такой у меня был расклад, как с этим быть, да, я вам сказала, объяснила. хочу пожелать вам всем хорошей, теплой, солнечной недели, поблагодарить вас за внимание, за ваши лайки, за комментарии. До следующего расклада, всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok